МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦТВА НЕЖЕГАРУСКАГО РЕГИОНА У НАШЕ КРАИНЕ И КЕРАУННИЦВА ОБЛАСНОГО ВЫКОНАУЮЩАЯ КАМИТЕТА. СЁЛИТА ТОВАРОАБАРОТ ПАМИЖ ОБЛАСТЯМИ СКЛАУ КАЛЯ 30 МИЛЬОНАУ ДОЛАРОВ И УПАРАВНАНИИ ЗАТПАВЕДНЫМ ЛЕТАШНИМ ПЕРЕДДАМ ЗМЕНШУСЯ ОМАЛЬ НА СЕМНАЦАЦАТЬ ПРАЦЕНТАВ. ПРЫГЭТЫМ СКАРАЧЕНЯ БЕЛАРУСКАГО ЭКСПАРТУ ВЫКЛІКАНАУ ПЕРШУЮ ЧАРГУ ЗНИЖЕНЯМ ПАСТАВАК МАЛОШНЫЙ ПРАДУКЦИИ, А ТАКСАМА ПЛАСМАС И ВЫРАБАУ З ИХ. РАЗАМ СТЫМ НА ДУМКУ БАКОУ ЗАРАЗ ЁСЬ МАКЧЫМАСТИ НЕ ТОЛЬКИ ВЫПРАВИТЬ СИТУАЦЮ, АЛЕЙ ПАВЯЛІШИТЬ АБЮМЫ УЗАЕМНЫХ ПАСТАВАК. У ПРЫВАТНОСТИ НА ПАЧАТКУ НАСТУПНОГА ГОДА ГОМЕЧНУ НАВЕДУЮТЬ ПРАДСТАВНИКИ ДЕЛАВЫХ КОЛОВ НИЖЕГОРОДСКАЙ ВОБЛАСТИ, ЯКИЕ РАЗГЛЕДЯТЬ ВАРЯНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ БЕЛАРУССКИХ ТАВАРАВ У РОССИЮ. А ПРАЧА ТАГУ ОГУЧЕНЫ ПЛАНЫ ПА УЗАЕМОПОСТАВКАХ СЕЛЬСКОГО СПАДАЧАЙ ТЕХНИКИ И СТВАРЕНИИ СУМЕСТНОГА ПРАДПРИЕМСТВА ПАСТАНКА БУДАВАННИИ. У ЯКОСТИ ОДНАГО ЗВАРЯНТА УРАЗЛЯДАЕТСЯ МАКЧИМАСТЬ АТКРИТЯ СП НА БАЗИ ЗАВОДАУ СТАНКА ГОМЕЛЬ И СТАНОШНЫХ ВУЗЛОВ. ЯШЕДИ НА КЕРУНА ДЛЯ СУПРАДСОВНИСТВА БУДАВНИЧАЯ СФЕРА. КАПИТАЛЬНОГО СТРАИТЕСТВА КАК У НАС НИЖНЕМ, ТАК И НАШЕЙ ФЕРМОГО ТУЧАСТВАЮ СДЕСЬ МИНИСТР СТРАИТЕСТВА БЕЛАРУССИ ЧЁРНЫЙ ВЫЕЗЖАЛ К НАМ. ТАКАЯ ЗАДАЧА ПОСТАВЛЕНА. Вчера мы обсуждали с директором холдинга станкостроительного с Будковым Виктором Федоровичем о увеличении поставки станков, в том числе и в нашу Нижегородскую область. Как известно, Гомельский станкостроительный завод работает, надо увеличивать. Размова не обмежовывалась, а только экономичными питаниями. Гомельские и Нижегородские регионы объедновывая и военное минулое. Сергей Петров подчасу встречи рассказал об праце по заховании памяти об героях Великой Эчинной, якая проводится по всей территории России. После чего старшиня Абалвы Конкама Владимир Дворник пропоновал наведать лоев. У центра городского поселка знаходится аллея со стелами, на яких размещены имены 365 героев Советского Союза, людей, які измагались на лоевском плацдарме. Всярод их есть и былые же хары Нижнего Новгорода. Керовник представництва российского региона смог больше доведаться об знакомитой битве за Днепр на лоевском участку. После чего усклав кветки добротерского похования. У ходе сустречи навод прогучала идея о проведении суместных пошуковых мероприемств на Гомельщине, головная мета яких – выхование молодзи у духу патриотизма и захование военной памяти на долгие годы. То воспитание, которое мы дадим нашему подрастающему поколению, то мы, собственно, и получим у себя на старости. И Великая Отечественная война. Народ, любой народ, который не помнит, который не имеет памяти, он обречен. Я считаю, я этому уделяю максимальное внимание. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, Ялген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Одно из ведущих предприемств нафтохимичной галлины Беларуси – Гомельский химичный завод сегодня означает свое 50-ти годы. Предприемство было створено в Снежне 1965 года и сейчас является буйнейшим в Украине, где вырабляются минеральные удобрения с утроманием фосфора. Решение о будовнестве Гомеля-ТДШ суперфосфатного завода было принято Держанным комитетом по химии при Совете Министров СССР в 1960 году. Первая уведенная эксплуатация в творчестве устав цех серной кислоты. Раз-три годы предприемство отримало сушасную назву. Сегодня Гомельский химзавод является поставщиком продукции Украины СНД, Усходной Европы и Балтии. Только в этом году на экспорт было отгружено удобрения на 160 миллионов долларов, что заявляется лепшим показчиком в истории завода. Адметная риса предприемства и постоянная модернизация вытворчасти. В этом году, например, завешена реконструкция цеха фосфорной кислоты. Гомельский химичный завод, который 50 лет тому начинался с одного цеха, сегодня сучасная вытворчасть европейского узровня. Причем у администрации подкресливают, усе поспехи досягнуты перш за усе, дякуши высокому профессионализму и самоданной праце специалистов предприемства. Нас было 60 человек, про нас еще сказали. Они были первыми. И получился такой выпуск, что именно почти все герои, можно сказать, прошли такие первое время. В противогазах приходилось работать. Мы выстояли, трудные эти времена, потом на серу перешли. Стало почище, лучше. Цех стал так работать, что во всесоюзном соревновании первые места занимали. Информационно-пропагандистская группа Гомельского Гарвыконкама начали с мэром Пятром Керышенком наведала Институт лесу Национальной Академии Навук. У складу вошли керавник администрации Центрального района Андрей Гарбашов, простонники отдела и служба у Гарвыконкама. Под обязанности визиту у наших корреспондентов. У этом помешкании находятся самые первые довоенные справоздачи Института лесу Национальной Академии Навук и уникальные географические карты у Гомельской земли, которые заховались еще с часов Паскевича. С экспонатами музея на прамках медийности навуковой установы ознайомился мыр Гомеля Петр Керышенка разом с информационно-пропагандистской группой Гарвыконкама. До речи уникальные речи тут можно найти практически на каждом поверхе будинка. Так у одной из лабораторий коллекция штамов грибов, якая на сегодня признана национальным здобытком Республики Беларусь. Представляете, в прошлом году, в этом году, в начале года мы купили, приобрели полногеномный секвенатор. Это очень сложная машина, я бы сказал, очень суперсложная машина, но мы ее освоили и уже к июню мы провели полное геномное секвенирование грибофомы. Это впервые в мире это было сделано. Молодые специалисты установы у рамках проекта «100 идей для Беларуси» пропоновали организовать фитопатологичный центр. Идею подтримали. На ее реализацию выделили сродки. Гроши выдатковали на ремонт помешкания и на будьте обсталявания. И уже сегодня идея себе оправдала. За годы иснования института подобных проектов было реализовано немало. Под час устречи с коллективом, мэр города познайомился с некоторыми из них и обмерковал пытания взаимодействия. Наши каштаны, они очень здорово болеют сейчас. Это не сегодня случилось, но уже порядка 10, может быть, 15 лет, когда мы имеем такую беду. Поэтому я думаю, что имея такой институт, мы, конечно, вправе рассчитывать, чтобы они нам подсказали, и как с теми растениями, которые сегодня мы имеем, вести и правильно за ними ухаживать. Ну, может быть, подсказали на перспективу. Все-таки какие? Учитывая, что город растет, количество транспорта растет, экология не улучшается. Какие растения, какие деревья, кустарники лучше использовать в городском хозяйстве, чтобы не только украсить город, но одновременно и экологически его очистить. Петр Кириченко дал установчую оценку працы коллективу, с яким сустрелся одразу ж после знакомства с деятельностью института. На встрече он проинформовал об социально-экономичном развитии Гомеля и выслухал, чем все не живут супрацовники установы. Ганна Ковалева, Олеся Рудзянкова, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель». Черговая телефонная размова Жихара Мергеёна у похвалючих их пытаниях отбудется завтра. Прасовники улады проведут промылинии. С 9 до 12 годин з вороты грамадян будет принимать старшиня Гомельского областного выканавшего комитета Владимир Андреевич Дворник. Нумер телефона у Гомеля 75 12 37. Параллельно промылинию проведет старшиня Гомельского городского выканавшего комитета Петр Алексеевич Кириченко. Звонкова Жихару областного центра шакаюсь по номере 75 19 87. Як и заусёды, по субботах промылинии будут организованы так само у районных администрациях и райвыконкамах. Сегодня за круглым столом у Гомеля обмерковали указ президента номер 420 об унесении изменений и дополнений у директиву президента Республики Беларусь номер один и у дел профсоюзов о ее реализации. Ключевая особливость новой редакции – принятие додатковых мер по снижению гибели и травмированию грамадян на вытворчестве. Все лето на Гомельчине отбылось 22 нешастные выпадки со смяротным заходом. По сравнению с минулым, это малю в два раза больше. Причинами здарения, которые провели до гибели людей, стали безотказное ставление грамадян до властного життя. А так само то, что керовники организации не заусёды продоставляют здоровые и беспечные умовы працы. Миновата по этих направлениях будут шукаться шляхи выращения проблемы. Дарыши сегодня, при отрывании вытворшей травмы, компенсация продуглежена белдзяш-трахом, изгодно с коллективными домовыми и погодненними. Выплата может скласти до 10 середня годовых заробков. Основные у нас в этом году несчастные случаи произошли в организациях агропромышленного комплекса. И что больше всего нас настораживает, каждый третий погибший был в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня назвали имены переможцев международного дитяшого конкурса «Музыка надеи». Коли 120 юных музыкантов из Беларуси, России, Украины, Молдовы и Эстонии на этом тыдне змагалися за звание лепшого. Выхованцы школ мастатства, гимназии и колледжи демонстровали свое мастерство в Володане духовыми и ударными инструментами. Международный конкурс «Музыка надеи» аналога у немая ни украинах близкого, ни на водалекого замежа. Оценить таллинты юных дарованию, мотивовать их на достигнении новых перемог, поднять музычное мастерство на новый международный уровень. Это только некоторые меты проведения конкурса. А кроме того, его лауреаты становятся стипендиятами специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талиновитой молодости. А это, в свою очередь, даёт право в будущем без экзаменов поступать в научальную установку музычной накераванности. Всё летогодное звание лауреата по выниках конкурса отрымали и три проставники Гомельшины, а два гран-пры отправились в Минск и Гродзенскую в область. Я играю на инструменте флейта. Мне это очень нравится. Очень хороший инструмент. Было тяжело. Каждый день занимались. И мы заняли место. И я очень рада. 13-й раз собираются различные участники из многих стран мира на этот конкурс. Но всегда они уезжают, окрылённые, вдохновлённые. И в душе у них вот эта вот музыка надежды живёт с ожиданием приехать ещё раз. И многие возвращаются, потому что возрастные категории позволяют вам вернуться и снова поучаствовать в этом замечательном конкурсе. Музей хоккейного клуба Гомель пополнился новым экспонатом. Хоккейный свитер сборной Беларуси подаровал старшиня Беларуской Федерации этого вида спорта Игорь Радшковский. У Гомеля отбылось выездное посяжение выконкам организации. На свитере нема ни номера, ни прозвища гульца. И каштовность её он по куле маль не представляет. Однако по задумцам худкой он станет уникальным экспонатом. И те хоккейсты, которые воспитаны были в этом великолепном здании, они будут иметь право и даже свою почетную обязанность здесь оставить свой автограф. И вот эта майка будет символ того, что как результат то, что работает здесь эта школа хоккея. У федерации упевнены, что перша подпись на свитеры может заявиться уже в самый ближайший час. Так само гоноровые грамоты за укладу развитию хоккея отримали старшиня областной федерации Виталь Уткин и старшиня координационного совета хоккейного клуба «Гомель» Сергей Сосновский. Поседжение выконкама федерации плановое. Одзинае адрознение. У першиню оно проводится не в Минску. «Гомель» выбрали не выпадково. У нашем регионе надается великая увага развитию хоккея и упершую чаргу детячего. Эффективное взаимодействие улады клуба и спонсоров – головная умова поспеху. «Гомель» действительно на сегодняшний день стал одним из самых мощных центров развития хоккея в Республике Беларусь. И федерация тоже будет подключаться и помогать, чтобы этот центр развивался дальше в несколько даже более расширенном формате. Пригласить сюда коллег со всей Беларуси, которые приезжают на исполком, чтобы в «Гомеле» ознакомиться с инфраструктурой и показать всем, как правильно надо выстраивать отношения. Первое – губернатор. Второе – школы, клуб. Люди, которые оказывают помощь клубу. Максим Савин, Сергей Нігеревич, Игорь Маришченко. Телерадиокампанія «Гомель». Новини региона и информацию о проектах телерадиокампании «Гомель» можете найти на нашем сайте в интернеті по адресі www.tevergomel.by. На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шубукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова